Здравствуйте, любители аудиокниг, страстей и пошлых развлечений. Хочу заметить, что полная книга доступна по ссылке в описании. Ну а если вы мужчина и хотите пошалить по телефону, вторая ссылка под видео. Звоните. Маш, ну чего ты боишься? В который раз уговаривает меня Костя. Это просто поездка за город. Но оба мы понимаем, что это не просто поездка. Ни один мужчина не выдержит, когда его три месяца водят за нос. Поцелуи в машине и подъезде, ласки через одежду. Это тот максимум, который у нас пока был. Костя не единожды приглашал меня к себе в гости. В отличие от меня, у него есть квартира. Но я никак не могу решиться сделать следующий шаг в наших отношениях. Он мне нравится. Сильно. Я буквально тону в его глазах и растворяюсь в улыбке, которая так часто мелькает. Но мне кажется, что еще большая близость все изменит. Испортит. Девятнадцать лет. Почти двадцать. У многих моих ровесниц уже давно сменился не один любовник. Про Алену даже молчу. А я? Мне так долго внушали правильным провести первую ночь только с мужем, что и эти отношения с Костей иногда кажутся слишком безумием. Мы с братом очень похожи. У нас даже вкус одинаковый, продолжает Костя. А я любуюсь тем, как тают снежинки на его светлых волосах. Мы стоим у машины возле моего подъезда. Через пуховик проникает морозный холод, но я дрожу не от этого. Просто вдруг представила, что вот так же, как эти снежинки, растают и наши чувства. Это пока ему со мной интересно. Пока что-то новенькое. А что будет потом? Увидишь, ты брату тоже понравишься, как и мне. Заметив мой взгляд, Костя усмехается. Вряд ли он полюбит тебя так же сильно, как я, но симпатию гарантирую. А иначе никак. Он увидит, что со мной самая прекрасная девушка в мире. Маш, соглашайся. Это ведь всего две недели. Мне обещается отдельная комната с возможностью перебраться в другую, если я захочу. Отдых на свежем воздухе и хорошая компания. Кроме брата Кости и нас, там будут еще их друзья. Скажи, кто твой друг и все такое, продолжает искушать меня Костя. Вот как раз и узнаешь, кто я такой. Хорошо. Обещаю подумать. Не выдерживаю напора его обаяния. Костя порывисто меня обнимает, уверяет, что я никогда не пожалею о том, что доверилась, и строит планы, что надо обязательно захватить с собой, как будто я уже согласилась. После бесконечного поцелуя, когда ни одному из нас не хочется расставаться, я напоминаю ему о том, что точно пока ничего не решила, и ухожу домой. Я успеваю только переодеться и переброситься несколькими словами с бабулей, которая сдает мне комнату, как начинает разрываться мобильный. Ну, как там у вас, интересуется Алина. Давай хоть по телефону отчитывайся, а то совсем про меня забыла. Это действительно так. Отношения с Костей занимают все свободное время. И все, что у нас остается с подругой, это встречи в университете и такие вот разговоры. Она спокойно слушает о том, где мы сегодня с Костиком были. Без восторга воспринимает информацию об интересной книге, которую я прочитала, и буквально взрывается, когда я рассказываю о приглашении за город. «И ты еще думаешь?» — недоумевает она. «Машуня, еще немного потянешь кота за яйца, и у тебя его уведут». «Кому нужен кот с оттянутыми яйцами?» «Нужен, если они оттянуты такими деньгами», — непреклонно заявляет подруга. Потом, чуть подумав, добавляет. В общем, мое мнение следующее. «Тебе надо поехать и переспать уже с Костей. Хватит мучить мужчину!» «И еще. Все-таки я за тебя немного волнуюсь». «И?» «Машунь, а ты смотрела «Ворошиловского стрелка»?» «Нет». «Да? Ну и ладно. Я уверена, что у тебя все будет отлично». «Мы прощаемся, и я сразу же открываю ноутбук. Нахожу на ютубе кино, о котором упомянула подруга, и остаюсь под таким сильным впечатлением, что отказываюсь от ужина, на который приглашает бабулька. Мне не то, что есть неохота. Мне вообще ничего не хочется. Фильм ужасен своей правдивостью. Девушку приглашает в квартиру ее бывший одноклассник, а там уже два его друга. Ребята решают развлечься и жестоко насилуют девушку. Все трое. А она еще девственница. Меня воротит от крови, которую я увидела, от боли этой девчонки и от краха доверия. Девственница. Действительно, сколько случаев изнасилования невинных девушек, которые тоже ждали любимого, берегли себя. И такой ужасный первый раз. Ненависть и отвращение на всю жизнь. Мне страшно, противно. Голова буквально раскалывается, и целую ночь я бездумно смотрю на то, как мягко опускаются на землю снежинки. Такие маленькие и такие бесстрашные. Они не прячутся, как улитки. Не ждут, а летят. Даже если приземление будет болезненным. Даже если их ждут метла дворника и весна. Утром, едва расцветает, я набираю номер Кости и преувеличенно бодрым голосом сообщаю. Ладно, поедем. Он безумно рад и даже не пытается этого скрыть. Обещает мне при встрече тысячу и один поцелуй. Соглашается на условия, которые я выдвигаю. Алина, делаю тут же другой звонок. Хочешь поехать с нами? Костя будет не против.